Девять часов устраняли коммунальщики теплосети, аварию из-за которой без тепла осталось треть Ачинцев. Очень часто, за последние два месяца, где-то раза три точно отключали. На Гоголевской перевернулась иномарка. Как все случилось? Подробности через три минуты. Мэрия ищет директоров и начальников, а в центре занятости ждут новых уволенных из налоговой и межрайбольницы. Порядка 35 тысяч Ачинцев сегодня остались без тепла и горячей воды. Это данные единой дежурной диспетчерской службы. В основном это стройка, юго-восток и несколько районов центральной части города. Причина этому – коммунальная авария на улице Чкалова. Вообще на стройке в последнее время коммунальные ЧП происходят с пугающим постоянством. О причинах этой аварии и в ходе ее устранения сейчас расскажу. Вот такой кусок трубы коммунальщики привезли на замену лопнувшей магистрали. Авария произошла, когда Ачинцы еще спали. В полшестого в районе Чкалова и Калинина не выдержала старая труба. Как позже мы узнали, служила она уже 18 лет. Из-за аварии, по официальной информации мэрии, без тепла осталась треть жителей города. Это район стройки, ЮВР и микрорайоны. Так что на работу люди собирались, согревая чайники для умывания. Житель 28-го квартала Мария говорит, отключения происходят у них часто. Очень часто. За последние два месяца, где-то раза три точно отключали. И авария была недавно здесь у нас. Было как-то на 10 часов почти отключали, когда авария была сильная. Вот сегодня отключили, мне детей в школу собирать и в сад, а воды холодной, ой, горячей не было. Без воды и тепла остались и 30 соцобъектов. Школы, больницы, садики. Благо на улице не минус 40, так что классы, к примеру, в восьмой школе даже не успели замерзнуть. В кабинетах открыты окна, а на термометрах плюс 26. Замдиректора говорит, уроки не отменяют. В школьной столовой уже готов обед, как будто ничего и не произошло. Мы даже не заметили. В нашей школе всегда очень тепло. И поэтому сегодняшняя авария на нас и на нашу работу совершенно никак не повлияла. В классах очень комфортно, тепло. Столовая работает в прежнем режиме. Все приготовлено. Моем все, как полагается, водой подогретой. У нас есть для этого устройство. Все поэтому хорошо. В мэрии чуть не ежечасно докладывают, как устраняются неудобства. К 11 часам половина соцучреждений, попавших под отключение, переключены на другую ветку теплоснабжения. В это же время аварийная бригада теплосети роет котлован на месте порыва, иначе до трубы не добраться. Да, постараемся обойтись, установить латку. Но планируем 15 часам закончить. Отметим, что без тепла и горячей воды некоторые ачинцы провели почти 9 часов. Тепло и горячая вода возвращаться в квартиры гаража начали только около 4 часов дня. Директор теплосети Валерий Овчинников говорит, действительно не выдержала старая труба. До пенсии ей оставалось 2 года. Этот участок у нас в плане работ по капитальному ремонту на этот год, то есть он будет подлежать замене в этом году. 300 метров трубы диаметром 700. Николай Черемных, Александр Сиделев, телеканал ОСА. А между тем, в Ачинске все коммунальные сети, тепло и водоснабжение, а также канализации вскоре пойдут с молотка. Стоимость их уже определена в ходе конкурсного управления после банкротства Ачинских коммунальных сетей. Думаю, вы помните, это коммунальное предприятие было при Ахметове. И именно во времена Илая Узбековича его не стало. Из-за многомиллионных долгов перед АГК и не только. Новости ОСА рассказывали, уничтожение предприятия могло быть намеренным. По совпадению, сразу после его ликвидации должники самого АКС рассчитались по счетам. Прошло уже почти десятилетие и дошла очередь до продажи имущества АКС. Вообще-то это стратегические для жизни города объекты. Сети водоснабжения и канализации оцениваются в 164 миллиона рублей, а теплоснабжение в 330 миллионов рублей. Интересно, что порядок, сроки и условия продажи сети оспаривает сейчас главный кредитор, Русал. Такое заявление поступило в арбитражный суд. Заседание назначено на 5 апреля. Суть претензий неизвестна, но интерес вполне понятен. А нам с вами важно, чтобы с продажей всех городских сетей и все Ачинцы не оказались в сетях. Как это отразится на жизни города, платежах за коммуналку, я расскажу в следующих выпусках новостей телеканала ОСА. Субтитры создавал DimaTorzok День здоровой стопы в сети Губернские аптеки. 19 марта с 10 до 15 часов бесплатное экспресс-обследование стоп на наличие плоскостопия с помощью аппарата-плантограф. Консультация специалиста и профессиональная помощь в подборе ортопедических стелек. Проверьте здоровье своих стоп 19 марта. Фармацевтический центр Губернские аптеки. Улица Кравченко, 7А. Удаление варикоза. Без разрезов. Без наркоза. Без потери трудоспособности. Клиника лазерной хирургии. Варикоза нет. Телефон 205-45-01. Миллион вспышек света. Пронзающие душу мелодии. Океан позитива. Волны отличного настроения накрывают головой. Ресторан-бар Кедр – легенда нашего города. Здесь праздник не заканчивается никогда. Заявки на банкеты и бронирование столиков по телефону 8-983-617-50-05. Улица Гоголевская. В общем-то, не центр. Вот такой сегодня затор здесь случился. В начале 12-го дня на Гоголевской, это напротив Крайбазы, две иномарки перекрыли движение. По словам обоих участников ДТП, причиной аварии могла стать скользкая колея. За рулем серебристой Тойоты была женщина, белым перевертышем управлял мужчина. Оба рассказали, как все случилось. Тойоту занесло на гололёде и выбросило в снег. Машина встала поперёк. А второй водитель, уходя от столкновения, заехал в сугроб и оказался вверх колёсами. Вот даже видно, как меня разворачивало. Да, видно. Асфальт поцарапало. Всё, вот так меня. Всё, я встала. Видать, может быть, у меня удар. У меня удар. Ой, я в таком шоке была. Я как раз тихонько ехал, я увидел, как её несёт на меня. Я притормозил, меня выкинул. На сугроб. Всё, и опрокидывание произошло. Напомним, в Ачинске уже не первый год происходят аварии из-за колеи. И летом тоже. Опасными участками стали центральные улицы Кравченко-Ленина-Лапенкова. В плане на дорожный капремонт в 2021 году этих магистралей нет. Наталья Сусанина, телеканал ОСА. В Красноярском крае семьям медиков, которые скончались от коронавируса, выплатят по одному миллиону рублей. Законопроект приняли сегодня. Эти выплаты также получат семьи медиков, скончавшихся до принятия закона. В 2020 и в первые три месяца 2021 года. Закон будет распространяться на врачей как государственных, так и частных больниц края. Мэрия набирает новых чиновников. Есть вакансии начальников управления образования и культуры, а также заведующего детсада и директора школы. Все должности конкурсные. Сейчас обязанности руководителя городского образования исполняет Галина Нефёдова. По телефону она сообщила, не приняла еще решение о своем участии в конкурсе. Должность главного по культуре в Ачинске тоже вакантна после ухода Татьяны Случанко. Заведующая 20-го детсада перешла на работу в районную администрацию. На ее место тоже нужен новый человек. Что касается директора школы, как выяснил телеканал ОСА, это формируется кадровый резерв. Кандидатов с резюме и документами ждут 30 марта в три часа в мэрии. В Причулымском сельсовете местные депутаты выбрали нового главу. Им стал Сергей Московцев. Ранее с 2010 по 2015 год он уже руководил территорией. Прежний глава Тамара Осипова не получила поддержки большинства. Администрация города определилась с подрядчиком на ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов. На торги заявились две фирмы «Аккорд Плюс» и «Комплекс Трой». Победителем стала фирма «Аккорд Плюс», предложив наименьшую сумму на выполнение работ. Это 6 миллионов, от начальной суммы – 8 миллионов. За эту сумму подрядчик должен отремонтировать 29 адресов. Тут и проезды на ЮВР, микрорайоны 7, 9, улица Мира и строителей. Полный список можно увидеть на официальном сайте мэрии. Отметим, что оплата подрядчику будет произведена только после подписания акта приемки, чтобы не возникало проблем с качеством ремонта и нарушений по срокам. В Сибири снова неспокойно. Здесь постоянно циркулирует доставка мебели для вашего дома. Из всех салонов КМК. С большой скоростью и в удобное время. КМК. Всегда удобно. Диагностический центр «Медэкспресс» приглашает на работу медицинскую сестру. Обращаться по адресу. Переулок Новосибирский, 73 или по телефону 547-57. Компания «Синт» представляет. Интернет со скоростью до 300 мегабит в секунду. Подбери свой тариф на выгодных условиях. Все подробности узнавайте на сайте, в офисе оператора и по телефону 56-00. Вачинске. В разных структурах началось массовое сокращение. С чем это связано? Сейчас расскажу. С начала этого года идет ощутимое движение в сторону сокращений. Об этом телеканалу ОСА рассказала Любовь Сугак, руководитель центра занятости. По словам Сугак, биржу труда может пополнить порядком 100 человек. Какие организации сейчас попали под сокращение? Больше всех, наверное, это налоговая инспекция, около 60 человек. Также заявлено МРБ, там небольшое количество, 15 человек. У них внутри оптимизация штатного расписания. Это и фельдшеры есть, там врач есть, и уборщики. Также центры, относящиеся к социальной политике. Это в основном бухгалтерский состав, будет централизованная бухгалтерия, организована в городе Ачинске. Тоже подали на высвобождение. Вот в общей сложности это 12 человек. Ну, вот такие вот. Дирекция железной дороги, локомотив. Также подали на высвобождение, пока там это учреждение идет на консервацию. Есть ли сейчас вакантные места для тех, кого сократят? Вакантные места есть. Здесь должна быть индивидуальная работа с каждым гражданином, потому что здесь надо учитывать и опыт работы, надо и образование учитывать, и пожелания человека учитывать. И опять же, гражданин должен учитывать требования сегодняшнего рынка труда. Есть ли альтернатива в выборе другой профессии у Ачинцев, которых сократили? На сегодняшний день у нас, как и были, два предприятия крупных наших системообразующих. Вот на сегодня 11 работодателей, подрядчиков НПЗ, например, которые на сегодня, вот в мае месяце будет ремонт НПЗ, текущий ремонт, и будут вести наборы на работу. У нас от Роснефти есть заявка на обучение 60 человек для набора. В целом, по словам Любови Сугак, ситуация в Ачинске, связанная с массовыми сокращениями, не критична. Число безработицы значительно пошло на спад, и к концу этого года, как рассказывает Сугак, Ачинск вернется к доковидной жизни. Сейчас биржа труда сохраняет за собой свыше 2000 рабочих мест. Анна Ахметова, Александр Сиделев, Телеканал ОСА. Порой люди оказываются слепыми, не видят доброту вокруг. Но она, моя сегодняшняя героиня, пусть и не видит света, но однозначно излучает его для других. И руки у нее видящие. Знакомьтесь, Наталья Литвиненко, слепая масложистка, которую видит на ощупь. И от этого кайфует. Некоторые думают, у вас слепой зануда. Нет, он не зануда, он пытается выговорить, потому что зрячий, он может посмотреть куда-то, он может отлезть. А мы это все в себе перевариваем, поэтому нам надо говорить, нам постоянно надо разговаривать, выговаривать свою проблему. Наталья полностью потеряла зрение в 14 лет. Это был несчастный случай. Мы договариваемся не ворошить прошлое, ведь наша героиня выжила, пережила и научилась жить заново. Девушка Феникс, как мифическая птица, возродилась. О сверхъестественной способности ей все далось трудом и упорством. По-честному я знакомлюсь с Натальей, чтобы понять, откуда столько силы и оптимизма. Потеряла зрение в 14 лет, ну вот как-то вот пришлось дальше жить, выучиться пришлось. То, как училась в такой школе обычной, потом уже пришлось доучивать в такой специализированной в Красноярске. Ну, потом уфимский колледж медицинский. Вот я здесь. Ну, дома сидеть, это просто как-то... Ну, сегодня дома сидеть невыносимо. А так хоть чувствуешь, что ты при деле, что ты человек, что ты кому-то нужен, кому-то помогаешь. У Натальи очень красивая искренняя улыбка. Весь разговор чувствую на себе ее взгляд. Она работает массажисткой, говорит людей и видит руками. У каждого своя, как я... Ну, не то, что биополе есть, энергетика какая-то, наверное. Вот чувствуешь человека, знакомишься с ним. И вот некоторые такие позитивные есть, что даже как заряжаешься от них энергетикой. А некоторые наоборот. Ну, разные. Все мы разные. Сила в людях, говорит Наталья. Подруги из детства с ними в кино и в театр. С водителем на работу, с мамой объездили всю страну. В поездках, рассказывает, встречает жалость и злость. Но это уже не пробивает в сердце. Вспоминаю, что впервые фразу о том, что среди здоровых людей гораздо больше инвалидов, услышала от Виктора Сибирина. Он на коляске устраивает супермарафоны в Красноярск, Абакан, чтобы тренировать силу духа. Наталья Литвиненко лечит людей. Во всем видеть удовольствие. Ну, поела вкусное удовольствие, духи хорошие удовольствие. Сходила куда удовольствие. Ну, в кайф надо жить, в кайф надо везде находить, даже в мелочах. Если бы ты сейчас могла вернуться, вот именно в этом возрасте, могла бы себе вернуться в 14 лет, что бы ты себе сказала? Что бы я сказала? Что бы я сказала даже? Вот если бы знала, что будет у меня все такое, я бы сказала, девушка, готовься, держись, будет круто в жизни. Полчаса и Наталья, похоже, рассмотрела меня. Переходим на личное, сокровенное. Я по натуре максималистка, что мне надо все или ничего, наверное. Ну, любовь это у каждого свое, наверное. Вот каждый это представляет по-своему, любовь. Вы любили? Конечно, конечно. Мне 40 лет, и сложно было бы, как сказать, дожить до такого возраста, и не полюбить ни разу. Любила, любила меня, любили сильно. И были шансы выйти, возможности выйти. Ну, хочется уже вот кого-то своего для души, именно для души, чтобы вот был. Порой рассказывает Наталья, ей не хватает свободы в действиях и мыслях. Но помогает работа, она ее вдохновляет. Без ложной скромности говорит, она любима своими пациентами. Наташа, вы счастлива? Счастлива? Счастлива я не могу сказать. Счастлива своей работой, пациентами счастливой. Потому что такой кайф, когда вот просто видишь, что людям легче, что когда тебя благодарят. У меня дома вот столько бабушки мне иконочек, статуэточек дарят, салфеточки сами свяжут, какие-нибудь носочки. Ну, приятно же. Ну, в принципе, неплохо живем, скажем так. За час общения с Натальей стало предельно ясно. Она видит гораздо больше и глубже некоторых зрячих. Анна Ахметова, Александр Сиделев, телеканал «ОСА». Спонсор прогноза погоды – компания «Ярхлеб». Мамы знают, что ребенку нужен заряд энергии с самого утра. Хлеб «Живое зерно» изготовлен из пророщенного зерна пшеницы без муки. Поэтому он богат витаминами и микроэлементами. Хлеб «Живое зерно» – любимый, настоящий. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!